Добрый вечер в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем о главных событиях округа к этому часу. Виновата ли мать? Югорские следователи выясняют, как мама избитых в Сургуте детей соблюдала родительские обязанности. Самая большая больница в районе и современный дом культуры. Наталья Комарова проинспектировала социально значимые стройки в Ханты-Мансийском районе. Количество кандидатов растет. На пост мэра Сургута претендует еще пять человек. Расскажем, кто они. Особых кадровых перестановок не будет. В Рео ректора Югу встретился с нашим журналистом. И обо всем подробнее прямо сейчас. Югорские следователи возбудили уголовное дело в отношении матери малолетних детей, которых избил ее сожитель. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления СКР. По версии следствия, подозреваемая не заботилась о здоровье своих детей, а после инцидента не обратилась за медицинской помощью. Кроме того, в семье проживал еще один ребенок 2017 года рождения. Из-за инвалидности он должен был регулярно посещать медицинское учреждение. Однако этого не происходило. Кроме того, мать регулярно оставляла его под присмотром только младших детей. В результате ненадлежащего исполнения родительских обязанностей матери, а также причинения телесных повреждений ее сожителям, отцом младшего ребенка, 9 февраля 2021 года трое детей госпитализировали в медицинское учреждение в истощенном состоянии. А двое из них, 2019 и 2020 годов рождения, с тяжелыми травмами головы и других частей тела. Добавлю, на данный момент состояние детей остается тяжелым. Об этом сообщают в больнице, куда их госпитализировали. Двое по-прежнему находятся в отделении реанимации. Еще один ребенок сейчас под медицинским наблюдением. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. В советском районе произошла вспышка кишечной инфекции среди детей. В муниципалитете собрали внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. С начала года здесь зарегистрировали 60 случаев острой кишечной инфекции, с превышением порога заболеваемости более чем в два раза. Случаи заражения зафиксировали в детских садах «Дюймовочка» и «Родничок». Четыре группы уже закрыли на карантин. Сейчас в учреждениях провели дезинфекцию. Если в организованных коллективах, а большей части это касается детских организованных коллективов, будут соблюдаться профилактические санитарно-противоэпидемические меры, введенные по коронавирусной инфекции, то пути передачи при кишечных инфекциях должны тоже прерываться. Безусловно, мы должны организовать профилактические лабораторные обследования работников пищеблока. В настоящее время обследования должны пройти 126 работников пищеблоков дошкольных и общеобразовательных организаций. Также в целях предотвращения новых вспышек кишечной инфекции, дети, которые контактировали с заболевшими, к занятиям допускаться не будут. В этом случае родителям при необходимости выдадут больничный лист. 130 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Югре. В Сургуте заболели 28 человек, в Нижневартовске 19, в Ханты-Мансийске 16, в Урае 15 заболевших. В Нефтьюганском районе 14, еще в 13 городах и районах округа менее 10 случаев. При этом пневмонию выявили у 24 югорчан, симптомы УРВИ у 104 пациентов. Вылечились за сутки 140 человек. Кроме того, по данным на 12 февраля, прививки от коронавируса сделали 31 260 югорчан. Из них больше 7 тысяч человек полностью завершили вакцинацию. Как сообщает региональный оперштаб, еще около 3 тысяч жителей округа записались на плановую вакцинацию. В Югре волонтеры помогают жителям пройти вакцинацию от коронавируса. Например, в Пытьяхе активисты присоединились ко всероссийской акции «Мы вместе с заботой». На помощь медикам пришли волонтеры общего профиля. Во взрослой поликлинике школьники в красных жилетках взяли на себя всю административную работу. Они помогают людям сориентироваться при входе, заносят согласие на вакцинацию в амбулаторные карты, приходят на помощь в регистратуре, дежурят на этажах и провожают на осмотр к врачу. В течение месяца в акции примут участие 120 новых юных волонтеров. Акция называется «Мы вместе с заботой». Это всероссийская акция. И получается, что волонтеры помогают в пунктах, где проводится вакцинация. Это школьники с 15 лет с обязательным согласием родителей, что они согласны, что они будут помогать в лечебном заведении. Любым волонтерам быть почетным, по-моему, потому что ты делаешь доброе дело людям, при этом не ожидая чего-то взамен от чистого сердца. Волонтеры поддерживают не только врачей, но и пациентов-стационаров, которым во Всемирный день пациента добровольцы подарили трогательные игрушки и украшения, сделанные своими руками. Активисты говорят, что акция теперь станет традиционной. По их мнению, маленькие сюрпризы дарят положительные эмоции. Это залог скорейшего выздоровления. Нужно поднимать настроение, прививать больным чувство, что о них есть кому заботиться. И что все граждане города Патьяха, все городские жители поддерживают их и вот такими маленькими подарочками поднимают им настроение. Наталья Комарова сегодня работала в Ханты-Мансийском районе. В Ярках глава региона посетила креативный центр. В Батово производство медицинских масок, а в Горноправденске проинспектировала социально значимые стройки. В этом году здесь появится сразу два новых объекта. Это участковая больница и Дом культуры. О их готовности знает мой коллега Дмитрий Пришвицин. Он побывал на месте событий. Первым объектом, который губернатор Наталья Комарова посетила в Горноправденске, стала участковая больница. Здание уже готово на 60%. Во многих кабинетах постелили линолеум. В некоторых лежит плитка. За окном минус 28 градусов, но в здании тепло. Батареи горячие. Все это стало возможным благодаря собственной котельне. Уже готов пищеблок. Осталось привезти и установить оборудование. Отмечу, в здании 4 этажа. Стационар рассчитан на 50 коек. В смену медучреждения смогут посещать более сотни пациентов. Отмечу, эта больница станет самой крупной в районе. Вести объект в эксплуатацию планируют уже в сентябре этого года. На сегодняшний день, с теми темпами, с которыми работает генподрядная организация, мы не видим на сегодняшний день рисков ни исполнения этого срока, ни ввода объекта, ни передачи его в департамент здравоохранения. Больше 150 человек на выходе каждый день. Но в основном сейчас идут отделочные работы. И бригада фасадчиков, вот вы видите на той оси фасада, тоже идут по фасаду. С наступлением положительных температур у нас порядка 30% объема благоустройства закончено. На данном объекте возобновятся работы по проектному благоустройству. Асфальтобетон, плитка, озеленение. Еще одним объектом, который глава региона сегодня посетила в Горноправдинске, это место строительства Дома культуры. Уже в конце года здесь будет стоять новое здание площадью 4,5 тысячи квадратных метров, так заверяют подрядчики. Объект сможет принять около 300 человек. Здесь же будет и библиотека. Специально для юных читателей завезут более 40 тысяч экземпляров книг. В просторный зал за свежими знаниями смогут прийти более 150 человек, но и это еще не все. В Доме культуры найдется место и для любителей музыки. Около сотни учащихся смогут посещать музыкальную школу. А работать в Доме культуры будут около 70 человек. Но это пока все в проекте. Плюс пять кандидатов в Сургуте продолжается прием документов на пост головы города. Еще одним претендентом на кресло мэра стал тот самый кандидат, который прошел отборочный этап в первой волне Артур Романов. Он работает ведущим инженером в энергетической компании. Имеет сразу три высших образования – юридическое, инженерное и педагогическое. Еще один претендент, который принес документы в городскую думу, пожелал остаться инкогнито. Кандидатами вновь стали уже известные по первому конкурсу безработный Вячеслав Навальнев и начальник цеха капитального ремонта скважин Валентин Зачепа. На пост мэра заявилась первая в этой гонке женщина – Варвара Лукачева, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью. В Югорском госуниверситете утвердили временно исполняющего обязанности ректора. Им стал Роман Кучин. Ранее он занимал должность первого проректора. Приказ о его назначении подписал глава Миноборнауки Валерий Фольков. Отмечу, Роман Кучин работает в университете с 2003 года и является кандидатом биологических наук доцентом. Он автор десятков научных статей и публикаций. О кадровых перестановках в ВУЗе стало известно накануне. Татьяна Карминская подала заявление об убывании по собственному желанию. К слову, на эту весну были назначены выборы нового ректора. Сейчас, когда в ЮГУ появился исполняющий обязанности, их перенесли на неопределенный срок. Роман Кучин дал комментарий нашим журналистам о возможных кадровых перестановках в ВУЗе. Первое назначение уже произошло. Первым проректором стал заведующий кафедрой педагогики и психологии Владимир Мищенко. Кадровых перестановок особых, наверное, не будет. Есть должности, которые на сегодняшний день работают по срочному трудовому договору, и он совпадает с трудовым договором действующего ректора. Это у нас директора наших филиалов, и это проректорский корпус. Но сегодня с директорами филиалов тоже достигнута договоренность, и мы продолжаем работать в этом же составе, никаких изменений не произошло. По проректорскому корпусу сегодня ведем переговоры, и к концу сегодняшнего дня будет сформирован наш проректорский корпус. Югорчане, которые оказались в трудной жизненной ситуации, теперь могут воспользоваться новыми мерами поддержки. Сегодня на заседании правительства одобрили изменения в закон о дополнительной госпомощи. Для этого введут так называемый социальный контракт. Это договор между семьей или человеком и органами соцзащиты населения. В документе предусмотрены и меры финансовой помощи. В частности, это касается открытия собственного дела, введения подсобного хозяйства и обучения. Так, югорчанам выделят до 250 тысяч рублей на предпринимательство. Воспользоваться поддержкой смогут порядка 30 тысяч семей. В Нефтьюганске отложили строительство школы в 17-м микрорайоне. Как пояснил заместитель главы города Андрей Пастухов, контракт по возведению общеобразовательного учреждения на 1600 мест пришлось расторгнуть. Застройщик не выполнил обязательства перед муниципалитетом. Не был предоставлен проект данной школы и не была произведена отцепка. Сначала написали претензию. Это в ноябре месяц на претензию они не ответили. Началась процедура расторжения. И вот только в феврале процедура была совершена. Аналогичная ситуация произошла и при строительстве споркомплекса на набережной. Сейчас для каждого объекта тщательно выбирают новых подрядчиков. Участники заседания подчеркнули, что данный вопрос находится под особым контролем депутатов и городских властей. В этом году в Югре построят еще 60 километров дороги Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск. Вот в эксплуатацию обсудили полпредпрезидента ВУРФО Владимир Якушев и руководитель Урал-Правдора Александр Бедусенко. Стороны говорили о перспективах проектирования и дорожных работах на магистрали. В частности, речь идет об участке от Тобольска до Сургута. Планируется, что дорогу расширят до четырех полос. В общей сложности на трассе планируется отремонтировать более 100 километров полотна. Всего же в нормативное состояние приведут три сотни километров дорог. В Югре в преддверии мировой акции книгодарения прокатилась волна буксорсинга. 14 февраля это еще и день влюбленных в чтение. Книгами жители региона обмениваются в магазинах, школах, больницах и даже аэропортах. О пользе чтения говорят и известные югорчане. Например, председатель окружнообщественной палаты Ирина Максимова привезла автором в мотологию Сургута часть своей домашней библиотеки. Ее примеру последовал и глава Сургутского района Андрей Трубецкой. О том, почему югорчане любят читать, расскажет моя коллега Ольга Предоха. Вот, кстати, книга очень хорошая о подрастающем поколении, о том, как надо относиться к судьбе и болезни. В большом пакете у Ирины Максимовой много таких мотивирующих книг. Все председатель общественной палаты Югры уже прочла лично и занесла в список лучших. Потому и дарит их сегодня в преддверии всемирной акции пациентам Сургутской травматологической больницы. Говорит, что делает это не только в феврале, а круглогодично. По роду работы часто бывает в командировках и всегда берет с собой книгу, чтобы прочесть и обязательно передать ее дальше. Такие книги, как, например, биография Раневской, книги Татьяны Устиновой, Марии Метлицкой. Это книги, которые ты прочитал, и она тебе нравится. Не то, что вот стоит у меня, я хочу просто избавиться от этой книги. Нет, это книги, которые хочется подарить людям, чтобы сделать им приятно. Во-первых, что-то новое, почитать, узнать. Ведь, ну, как говорится, мы же сейчас, с одной стороны, мы мало уделяем вот этому времени, а в больнице, я считаю, это сам АТО, прочитал и день вперед прошел. В плотном рабочем графике найти место для чтения и книга дарения смог и глава Сургутского района Андрей Трубецкой. В Барсовскую библиотеку он уже по традиции передал свое любимое чтиво. Читает сам, читает вся его семья и надеется, к примеру, последуют жители района. В детстве я фантастикой зачитывался, бывало, это для меня, допустим, книжка за ночь, это норма. Иван Ефремов, Рэй Брейдбери, Айзик Азимов, то есть фантастика. Сейчас люблю исторические книги, историческую публицистику. А это уже аэропорт Сургута, поистине городской уголок культуры. Недавно здесь поселились с десяток гипсовых бетховенов. Теперь добродушные музыканты не просто приветствуют пассажиров, но и предлагают им взять в полет книжку. Коллаборация библиотеки и летной гавани в февральские дни. Это уже добрая традиция, которой 4 года. Здесь много людей, как правило, да, и в дорогу всегда очень хочется взять что-нибудь почитать. Как правило, хочется почитать, взять что-нибудь легкое, необременительное, как и по содержанию, так и по, как говорится, форме. Вот, поэтому мы и взяли очень много легкой литературы, и очень много книг в обложке, не в переплете. Это всегда остается интересный подарок, имеет ценность. Так что дарите друг другу книги. Подобные акции в разных частях Югры будут проходить еще несколько дней. Впрочем, стать буккроссером можно где и когда угодно. Было бы желание. Ольга Придоха, Алексей Шахмаев, телеканал Югра, Сургут. В Ханты-Мансийске стартовало первенство страны по самбо. Югра впервые принимает соревнования такого уровня по этому виду спорта. Лучшие юниоры нашей страны сражаются за право представлять Россию на международных турнирах. Часть Югры, хозяйки соревнований, защищают сразу 20 спортсменов. Состязания продлятся до 14 февраля. Телеканал Югра ведет трансляции финальных поединков каждого дня соревнований. Мой коллега Сергей Коробков тоже следит за схватками. И он сейчас находится там. Сергей, тебе слово. Здравствуйте, коллеги. Завершается сейчас первый соревновательный день. Первые победы, первые поражения. Часть нашей сборной уже отвыступала. Наряду с парнями выступали и девчонки, конечно. Рядом со мной Алена Смирнова, участница нашей сборной окружной по самбо. Ален, я знаю, мы с тобой обеседовали, ты рассказал, что ты не только самбист, прежде всего дзюдоист, дзюдо 13 лет. И вот последние два года ты занимаешься самбо. В чем разница? Где интереснее, где жестче, где больше нравится? Жестче в самбо. Больше всего там и ноги, там и ломать. Но так, ну, мне больше подходит дзюдо. А так и самбо, как бы, это очень интересно. Новый вид спорта, надо узнавать что-то новенькое. Почему так много девчонок занимается самбо? Тем более, раз ты говоришь, что это жесткий спорт. Это интересно и самообороны. Тебе когда-нибудь приходилось применять самооборону, вот эти приемы, использовать в жизни? Нет, не приходилось, слава богу. Ты вообще советуешь девчонкам идти в такие виды спорта, в борьбу, в силовые? Это для девочки насколько хорошо и полезно? Мне кажется, стоит сходить, попробовать, мало ли что-то получится. И это интересно. Отличается борьба то, как борются мальчишки или как борются девочки? Да, мальчики больше ломают, чем девочки эластичные такие. Они как бы аккуратно так борются, но выигрывают все равно что-то. А вот есть такой момент, когда у девушек маникюр, макияж и так далее? Вы друг друга бережете в бою? Нет, нам нельзя приходить с маникюром или с макияжем, это запрещено. И мы привыкли к этому, что в детстве нас не так сильно заставляли рубиться до конца, а сейчас это твой вид спорта и ты обязан выигрывать. В этот день наши девочки как выступили? Я бы сказала, хорошо. Могли получше, но не судьба, значит. Как думаешь, перспективы самбо в югре и у наших, у девчонок, у спортсменок, насколько радужные? У нас хорошая, крепкая школа? Да, конечно, у нас очень хорошая школа и тренируются нормально. Ну вот, коллеги, если вы вдруг еще не решили, куда пойти самим, в какой спорт, или вдруг думаете, куда отдать вашего ребенка, вот Алена Смирнова рекомендует самбо. На прямой связи за студией был Сергей Коробков. Напомню, Югра принимает первенство России по самбо. Состязания сейчас проходят в Ханты-Мансийске. Следить за новостями телеканала Югра теперь можно и в Инстаграм. Имя аккаунта на ваших экранах, его легко запомнить. А у меня на этом пока все. Будьте в форме, не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале Югра. Субтитры создавал DimaTorzok